Прилепим. Представлю всех, да, вот далее. Иван Серебряков, Александр Олумпера, я Андрей Манушкин. Иван Серебряков на сегодняшний день будет председателем партии Патриота России регионального отделения в Краснодарском крае. Александр Олумпера, Справедливая Россия региональное отделение. Я на сегодняшний день, пока вот еще все юридические моменты, я возглавляю региональное отделение партии «Заправо». Да, ну, с вашего позволения, я какой-то спич парой произнесу, а потом мои коллеги меня, может быть, может, дополнить, какие-то вещи разорвут. В какой ситуации мы пребываем? Без биняков, надеюсь, нас сразу на местные телевидения не пойдет прямым репортажам. В какой ситуации мы пребываем? Безусловно, в России, согласно социологии, порядка 30% населения не видят никакого собственного представительства в Государственной Думе и среди политических партий. То есть, в принципе, люди не ходят голосовать. Не ходят голосовать 30% населения, и там какая-то еще отдельная социология, голосующая против всех за несистемные партии, за портящие бюллетени и так далее и тому подобное. То есть, это, на самом деле, колоссальная цифра, колоссальная социология, когда очень условно треть страны не видит возможности реализовать себя в качестве своих политических представителей. С другой стороны, скрывать не станем, Владимир Владимирович Путин на одной из недавних встреч, когда кто-то у него спросил, что он думает о смене политической конфигурации, о смене, в том числе и партийной системы, он сказал, что меня прежде партии вполне устраивает, и тут же пояснил, потому что они патриоты. Что я, со своей стороны, не подвергаю никакому критическому осмыслению, потому что в сущности позиции его понятны, потому что Владимир Владимирович Путин – это президент равновесия, президент гармонии. Вот так вот работает, но пусть оно вот так вот и работает, потому что здесь есть этот, здесь есть тот, здесь есть третий, четвертый. И с ними вроде более-менее вот эта вот, собственно, машина под названием «Россия» карета или телега, она как-то худо-бедно едет. Достаточно вспомнить здесь, собственно, момент, вот этого, крымский момент, когда в 2014 году нужно было принять срочные решения в Государственной Думе, о заверении какого-то там ряда решений, например, президента, и в силу того, что действительно, так иначе, все патриоты нашего БМФ-фракции, они дружно проголосовали, и, собственно, мы стремительно вот эту крымскую проблему, мы ее стремительно разрешили. А выразить, что в тот момент находилась бы в Государственной Думе партия «Яблоко», партия «СПС», партия там еще какая-нибудь, и они бы начали там спорить, выводить все это в политический кризис, и бог знает, чем бы все это завершилось. То есть он воспринимает, в том числе и парламент, как часть государственного механизма, который помогает, собственно, этой всей машине, этой двигаться. При этом, конечно же, вот этот элемент, в том числе и недовольство людей, которые выходят на улицу или не выходят на улицу, а дома будут взяты у телевизора, он подобным образом, существованием этих трех-четырех организаций, он не разрешается. Потому что люди говорят, все там с этими людьми понятно, мы видеть не хотим, видеть не хотим, и они могут быть даже не за Навального, они могут быть не за, там, прости господи, Каспарова, Касьянова или кого угодно, они просто испытывают, что называется, социальный дискомфорт или праведный пролетарский и крестьянский гнев. Ну сколько можно уже просто на все это смотреть? И даже, ну президент нормальный, ну ничего, ну работает, там, вне серобороны тоже ничего, но давайте хоть как-то, хоть какой-то внесем элемент живой политической жизни во всю воду. И данная, конечно, история, которая произошла в случае слияния трех наших организаций, ну на самом деле не трех, потому что мы до этого уже объединились с партией Патриот Великого Отечества Николая Старикова, еще у нас ждет так или иначе ряд объединений, собственно, и сама справедливая Россия, также конструкция, которая выбрала в себя несколько других организаций. То есть это на самом деле достаточно живой процесс. Я вас уверяю, более того, уходят там разнообразные слухи, что это там кремлевские проекты разнообразные. И, конечно же, какие-то решения мы неизбежно проговариваем, обсуждаем с чиновниками самых высоких кабинетов, но вот я вот отвечаю за свою часть команды, вот у меня в команде есть великий режиссер Владимир Владимирович Меньшов, Сергей Михеев, замечательный политолог, помянутый Николай Стариков, Хида Сазон, Наталья Нарочницкая. Эти люди, ну как мягко так сформулирую, им никто не может отдать никакие приказы. Нет ни одного в мире кабинета в администрации президента или в Кремле, где человек может взять, набрать трубку и сказать, что Владимир Владимирович, Сергей Михеев, вот давай ты, пожалуйста, иди к Прилепину, а потом объединишься с Справедливой Россией, с патриотами, и как бы, ну просто там и Михеев, и Меньшов, и Стурку поможет просто. Нет, ну Путин может сам лично позвонить и попросить по-человечески, и все. Ну все эти, с одной стороны, все эти рассказы, они, конечно же, являются чепухой по большей части. А с другой стороны, мы их не особенно на людях, это и не оспариваем, потому что если кому-то надо, чтобы нас считали, что это мы просто новый кремлевский проект, который должен сменить Единую Россию, мы им так говорим, ну да, конечно, главный сказал, как бы мы работаем. Поэтому мы ситуативно на это реагируем спокойно, и с людьми, которые везде ведут руку Кремля, как бы, и везде ведет, как сказать, заданность конструкции, а с другой стороны, нам для того, чтобы выстраивать свои взаимоотношения внутри политических лиц, в Красноярске, где угодно, в любом регионе, нам нужна высокая степень легитимности и высокие возможности разнообразные политические. И мы так или иначе, благодаря этой конструкции, мы их получили. Потому что, ну, даже здесь, вот за этим столом, и в любом регионе, так или иначе, понятно, что вот есть наш вклад, есть вклад Справедливой России, есть вклад патриотов, есть объединенные возможности, которые на самом деле действительно суммировали. Сейчас я объясню, в чем тут дело. Потому что, когда мы совершали объединение, очень многие политологи, скептики и просто, как бы, люди из социальной сети, они говорили, что вы все испортили. Просто вот сейчас на станет просто полная беда и полный коллапс, потому что те люди, которые голосовали за Справедливую Россию, они не настолько радикальны, как Захар Прилепин и его милитаристы, империалисты, как бы, мракобесы и людоеды. И эти люди скажут, что нет, мы не хотим с этим, как бы, мерзавцем дело иметь. А те люди, которые голосовали за Захар Прилепина, за патриотизм, за экспансию, за депритизацию, за недороду, они скажут, ну что там, Сергей Миронов, он, как бы, человек, который в системе работает, да, нам зачем нам это нет? Вот такие были глаза, их было очень много, потом первая же социология, у себя там месяц, полтора месяца после объединения, выясняется, что у Справедливой России было там 6-7, у нас было 2-3, а то все у того, что он просто год назад были созданы, мы просто не успели даже донести свое-своё имя. И вот, мы суммировали наш совместный рейтинг, и патриотов, и наши, и справился в зависимости от региона. Где-то кто-то больше вложил, где-то кто-то меньше, у меня есть свои региона, допустим, где я живу и работаю в Рязани, и там в Нижнем Новгороде, там я больше вложил, чем, скажем, в Справедливой России. Есть множество регионов, где, конечно, они как старые конструкции, у них гораздо больше возможностей. Серьезно, здесь понятно, что патриоты работают просто отлично, и еще несколько регионов в России, здесь, я думаю, и вклад больше, чем там наши, то есть, скрывать даже не стану. Вот, но тем не менее, произошло то самое искомое объединение вот этих рейтингов, произошло сложение, которое, как правило, не происходит. Вот люди думают, что если объединить вот А и Б, то будет сразу А и Б. На самом деле, объединишь А и Б, а у тебя остается там вообще непонятно что. А здесь произошло объединение трех составляющих, и эти составляющие тут же начали набирать еще себе, что называется, электоральный запас. А почему это произошло? Вот в силу тех самых причин, о которых я говорил в самом начале, потому что 30% населения России не видит никого, но хоть что-то новое появилось. Да, понятно, что вот кого-то вроде знали, это по телевизору, Сергей Миронов уже был, патриоты России давно так или иначе присутствуют, ну и так далее. Но в целом, конечно же, там множество имен, которых и не было, и сама по себе хоть какое-то ощущение, я считаю, что на самом деле не хоть какое-то, а реальное ощущение возможности видоизменения сложившейся политической конфигурации. Вот, и с одной стороны, понимаете, люди в России, они живут как бы бузят, 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 что это плохо, эти люди, там кремлевские, то-се, но если что-то появляется совершенно неожиданное и новое, они говорят, нет, нет, может, их Путин не одобрил, а может, они вообще какие-то там с улицы зашли, мы за них тоже не будем голосовать. У нас же консервативное население, оно бузить будет, но если что-то новое свалится с небес, они скажут, нет, нет, давайте. А тут как бы такая ситуация, она правильная со всех сторон. Вроде бы новое, но вроде бы все нормально, вроде бы радикально жесткие, но вроде бы как бы в розыск еще не объявили. То есть, ну как бы все возможности для того, чтобы с этой стартовой позиции идти вперед-вверх у нас есть. У нас гораздо больше, безусловно, гораздо больше возможностей, чем у наших, собственно, коллег по ремеслу из других политических организаций. Потому что что может нового собой идти ЛДПР, кроме Жириновского и 10 новых, как бы, реприз? Он, кстати, я сейчас с ним умеренчески выступаю, немножко подсдал, конечно, да. Ну, так что он начинает говорить, и вот, ведут, честно говоря, вообще под локотки его заводят, и он как бы раз, начинает говорить, и у него, видимо, батарейка сама подзаводка. Он, ну, уже эти глазки загорелись, уже уши поразовели, и все, понес, как бы разогнался. А потом раз, там, конец эфиры, и он шли эти глазки, и угаснул, как в «Дерминатор», и все, и обратно его поедет. Вот, и все, и на этом все заканчивается. Никаких там лидеров нет, и она вообще иным образом выстроенная конструкция. Она живет только на Жириновском, ни на чем другом не живет. Ну, и Кеннадий Андреевич Дюганов, там другие сложности, тоже скрывать не стану. По сути, там даже не одна партия, а там 3-4 конкурирующих группировки внутри одной партии, которые Дюганов не контролирует. То есть, там есть, например, Брашкин, который гружит, там с Навальным, он даже ничего сделать не может. И в разных регионах, ну, там, не вертикальная история. Кеннадий Андреевич молодец, куда беден, он свой КПРФ там 30 лет там тянул, но в целом сейчас это организация, которая переживает сложные времена. И на России все понятно. Она, с одной стороны, присваивает себе все то, что хорошего делает власть, с другой стороны, все другое, что в стране происходит, они тоже автоматом получают себе на репутацию. Но при этом, конечно, мощнейший административный ресурс у них. И это нельзя сбрасывать со счетов, но, с другой стороны, административный ресурс не может дать тебе 50% вбросов, но все равно. Ну, то есть, и даже 30% не может дать. Поэтому тоже конечные у них возможности. И в этом смысле мы понимаем, что, ну, там новые люди были, они на 3% барьер не перейдут. То есть, это и электорально, я знаю, что это так, и я знаю, что их даже и не пустит никто. 3% и все, они как бы останутся за баком. В итоге остаемся только мы. Человечество, рабочих крестьян, милиционеров, военных и многодетных, одиноких матерей, мужиков, баб, всех нас этих, детей и космонавтов. Никого, кроме нас, собственно, в этой конструкции нету. И здесь мы с вами совместно должны понять, как нам действительно, я вот придумал это простейшее, на самом деле, мы простейшую метафору, идем тремя колоннами. И Сергей Михайлович Миронов ее подхватил. И он сказал, что да, мы объединяемся, но при этом мы сохраняем, как бы, все то, что мы имели до объединения, все наши возможности, наши взгляды, наши убеждения, наши команды, наши конструкции, они так или иначе сохраняются. Вот там заправда, она сохранила гвардию, мою, собственно, заправда и движение, и все остальные культурные проекты. Ну, соответственно, я про коллег говорить не буду, там, я думаю, примерно то же самое. И, соответственно, мы должны, сохраняя все свои наработки, в данном случае их объединить, договориться на уровне регионов, это точно возможно. Мы даже наверху достаточно быстро договорились, хотя это сложно, ребята, конечно, вы должны понимать момент договариваться там, где речь идет о огромной стране, о депутатских креслах, о региональных отделениях, о сверхвозможностях. Ну, то есть люди там у нас за пустую тару могут убить друг друга, а тут, понимаете, на кону стоят вещи очень серьезные. Мы в течение, я не знаю, часов трех-четырех все проговорили с коллегами и по всем вопросам тут же достаточно. Ну, то есть ничего не произошло такого, что заставило бы нас даже не поссориться, а просто в какой-то спор какой-то войти. Нет, и более там самое, конечно, для меня самое главное, я думаю, что и для коллег тоже, что идеологически вот все те вещи, которые мы проговорили, действительно больше левого, больше социалистического. Безусловно, конечно, страна будет леветь, деваться, это совершенно некуда. Коронавирус это еще раз доказал, что без всеобщей медицины, без всеобщего образования, без некого элемента мобилизационного государства, то, что называется, невозможно вообще существовать. И Запад с этим столкнулся, и мы с этим столкнулись. Нет никакого самодавлеющего, саморегулирующего рынка. Нет никакой национально ориентированной сверх буржуазии, которая мечтает с нами поделиться деньгами и нас накормить. Ничего этого нет, нету, и весь мир про это знаем прекрасно, и надо спокойно это проговорить, даже если мы, не знаю, православные, конечно, я сам православный, и я считаю, что православие и христианство, и социализм вполне органично, и даже более органично совмещаются, чем православие, и список Форбс, и миллиардеры, и все остальное. Какая у них точка сцепления, совершенно непонятно. И исходя из общности идеологических убеждений, которые мы проговорили, Геннадий, Сергей Михайлович, мы проговорили вслух, сказали, да у нас все в порядке. Мы сели, кстати, в программу, 12 пунктов, сам мне стоят написать, за полчаса. Просто по каждому пункту мы согласны. Это очень хороший задел. Я вот тут не шучу, потому что вопрос идеологии, вопрос символов, вопрос целей, целеполагания, он наиважнейший. Потому что региональное отделение, кресло, и полномочия, и места, это все как бы делится. Зачем мы все это делим? Зачем мы взрослые люди? Мне 45 лет. Я что, пришел в места что-то делить? Да я в гробу все это видел. Я и так прекрасно жил без этого совершенно. Естественно, другая у нас работа. Мы на Россию пришли спасать, и совершенно этого пафоса не стесняемся. Поэтому я надеюсь на вашу помощь, на вашу ответственность, на ваше, то что называется дурацким пиортическим словом, консолидированную работу. В данном случае это действительно так. Мы должны проговорить то, что здесь конкретно в вашем регионе. Мы должны сделать, с какими вопросами, с какими претензиями, с какими предложениями запустить нашу ныне совместную триединую партию. И с чем мы пойдем, собственно, на ближайшие выборы. И каким образом мы будем, собственно, побеждать. А мы будем побеждать. С удовольствием выслушаю вашу позицию по данному вопросу. Здесь можно только коротко если добавить. А вообще, Красноярск как субъект, он очень давно ждал, на самом деле. И мы неоднократно говорили о том, что назрела, даже уже перезрела необходимость объединения всех левопатриотических, всех патриотических и кому-нибудь безразличных Красноярск как субъект. Потому что та ситуация, тот политический вакуум, в котором мы сейчас оказались, когда, по большому счету, решать вопросы людей между органами государства и людьми, которые живут на земле, могут только депутаты. А вот скрупость между чиновниками и избирателями настолько колоссальна, что сегодня получается, что и забрали и эту последнюю возможность, пытаются забрать, не забрали, пытаются забрать у людей, чтобы еще и избирать своих депутатов, которые могли бы оставить интерес. То есть мы посмотрим с вами, далеко ходить не надо. Каждый депутат каким-то образом придерживается той или другой финансово-промышленной группы, особенно в законодательное собрание Красноярского края. А мы все-таки убеждены, что, по большому счету, неоднократно это заявляем, что сегодня важно как раз найти этот диалог. Потому что если мы сегодня этот диалог не найдем, я убежден в этом, что завтра не будет страны. Просто не будет. И мы это все с вами прекрасно видим. И вот недавние мероприятия, когда народ выходил на улицу, он же шел на улицу из чувства социальной несправедливости. Не за того, что он поддерживает каких-то нормального и так далее, а за чувство социальной несправедливости, что он пытается возиться, а помощи ему получить негде. Не от чиновников, не от прокуроров, не от полиции, не от депутатов. Ему просто некуда идти. А есть вот эта пропасть, это существует. Поэтому, безусловно, сейчас, как мы полтора года назад заявляли о необходимости объединения вообще всех политических институтов. И сегодня, когда создалась вот эта партия, социалистическая партия «Справедливая Россия», понятно, что она сделана на старой платформе, понятны многие моменты. Но это все равно в сегодняшнем реалии, это возможность для всех, для нас пройти и все-таки получить представительство именно народа в органах государственной власти. Это основная задача. Других возможностей, других моментов, к сожалению, я на сегодняшний день не вижу. Ну и, безусловно, продвижение от точки зрения именно патриотического восприятия, вот то, о чем говорил Захар. Даже вот элементарные вещи, там, может со мной кто согласится и согласится, но есть историческая справедливость, есть историческая правильность. Даже та же ситуация, которая была связана с установкой памятника Дзержинского, Москве, Казахстан, где Краснояр, здесь Дзержинский, где Москва. Но это наша история. Ее ни в коем случае нельзя просто брать, убирать куда-то и говорить, а то с нами не было, это с нами было, это должно быть. Так вот, скажите, просто назовите, какая еще политическая сила сегодня в современной России при нынешних реалиях может противостоять тому желанию, грубо говоря, отдельных чиновников, элементов, которые зачастую, кстати, и не связывают себя с нашим государством. Если посмотреть, сколько у нас там людей, имеют двойные гражданства, имеют вид наше жительство, имеют разные вот моменты, да даже в Красноярском крае, если мы на это посмотрим. И заплачем. Заплачем, просто заплачем, да. То есть, как такое может получиться, что у нас в регионе люди не могут добиться просто дышать свежим чистым воздухом? Почему это происходит? Почему крайне газифицируется? Почему, грубо говоря, губернатор может заявлять спокойно и говорить о том, что ну там небольшой угольный разрез у моего сына, например, небольшой? Этих вопросов, почему, их очень много. И людям надо задать этот вопрос, им надо выпустить эту возможность и дать эту возможность. В противном случае они будут выпускать ее в другом месте, и это приведет к как бы плачевным последствиям. Я уверен в том, что то, что сегодня произошло, это возможность для каждого из нас. В первую очередь, возможность. Ну, конечно же, запрос на социализм в обществе наслевает давно. Мы видим, какие протестные строения в настоящее время в обществе. И исследования, не так давно проведенные в городе Красноярске, это показывают. Люди не верят в власти, люди не верят тем партиям, которые существуют в настоящий момент. Но, несомненно, это объединение для нас сыграет только положительный момент. Мы видели ту истерику того же самого Жиринукского в отношении объединения этих партий. И это не просто так. Он, конечно же, видит в нас силу. Ту силу, которая будет забирать голоса и привлекать электорат. Тот же самый протестный. И теперь мы можем это сделать вновь в объединенной партии. Также очень положительным моментом, как уже сказали, является то, что партия не застается снова. Объединяются уже три имеющиеся партии. И мы не теряем свой электорат, а плюсуем его и приумножаем. Мы помним, как этот процесс проходил в «Справедливой России». Вот кто здесь представитель «Справедливой России» присутствует. Все, наверное, это помнят. В 2006 году. И какой результат мы тогда показали. В 2007 год вновь объединившиеся тогда партии «Справедливая Россия» родины и пенсионеры показали, наверное, лучший результат с 2006 года и до настоящего времени. Именно новая, вновь объединившаяся партия. И я считаю, чтобы добиться того же результата, превзойти его, и показать очень-очень хороший результат в ходе предстоящей избирательной кампании, как по выборам в Государственную Думу, так и по выборам в Законодательное Собрание Красноярского края, нам необходимо в первую очередь не допустить то, что происходило с партией в 2006 году. После тех конфликтов, которые были именно на региональных уровнях, партия оправилась, если говорить в Красноярском крае, только к 2009 году. Наша основная совместная задача сейчас – консолидироваться так, чтобы не допустить всех тех дрязг, которые мы уже проходили. Сохранить всех тех людей, которые у нас есть. Они есть и в партии «Справедливая Россия», и в «Патриотах», и в «Партии за правду». Мы просто должны попытаться их объединить и направить наши общие усилия на победу в предстоящих выборах. Спасибо.